Спасибо. Я уточню. Я действительно занимаюсь этими вопросами в рамках Государственной Думы. Такое есть поручение председателя комитета. И, собственно, наша ассоциация все эти годы давно поддерживала специалистов традиционной и народной медицины с целью помощи в организации, в легализации их практики. Поэтому опыт правового обеспечения этой деятельности действительно накоплен у нас очень большой, поскольку ассоциация работает с 1990 года. За это время, конечно, законодательство у нас много раз менялось. Поэтому я очень кратко познакомлю вас с текущей ситуацией и скажу, какие изменения только что произошли и какие ждут с 2016 года. Ну, во-первых, какая ситуация сейчас? Сейчас услуги в сфере традиционной и народной медицины могут оказываться в разных видах деятельности. Почему? Потому что инструмент порой один, условно говоря, рука, пьявки, пчелы, травы, а вид деятельности будет разный. Ну, давайте вот чуть-чуть на некоторых примерах я покажу, как это действительно обстоит. В народной медицине всегда было на такое направление, как травмочки. Наука изучила ряд трав, выявила их полезные свойства, доказала их на опыте применения с многими пациентами, зарегистрировала эти лекарственные травы, внесла в реестр в государственную фармакопею и разрешила врачам их применять. Так вот, использование врачами трав, которые внесены в государственную фармакопею, теперь, то есть давно уже, то есть начало 2000-х годов, официально называется как фитотерапия. То есть осталось и травничество в народной медицине, то есть использование всех, всего артенала трав, которые есть в артенале народной медицины, а их более 5000 специалистами народной медицины, не врачами, а специалистами народной медицины, это травничество. А вот использование тех трав, которые научно опробированы, которые внесены в государственную фармакопею, в рамках медицинской деятельности, будет называться фитотерапией. Но у нас есть еще и такая деятельность, как оздоровительные услуги в рамках физкультурно-оздоровительной деятельности. И там есть тоже сходный вид деятельности, который будет называться фитооздоровлением. Что относится к фитооздоровлению? А к фитооздоровлению будет относиться к оздоровлению с помощью БАДов, пищевых концентратов, пищевых продуктов и фиточаев. Ведь не секрет, что у нас в той же аптеке бывает на разных полках стоит та же самая ромашка, только в одном случае ромашка как зарегистрированная, внесенная в реестр лекарственные средства, а на другой полке та же ромашка стоит как фиточай. Так вот, специалисты по оздоровлению, они не могут назначать ромашку лекарственную, которая как зарегистрирована как лекарственные средства, но зато могут назначать и использовать в своей деятельности ромашку, зарегистрированную как фиточай. У нас много аюрведических средств, которые имеют в своей основе специи. А ведь специи у нас тоже как пищевые продукты в России. И на них есть арчикаты как пищевые продукты. То есть это своего рода оздоровительное питание. Поэтому вот и получается, вот комплекс вот этих зарегистрированных, как питание, как пищевые концентраты, как БАДы, как пищевые, как фиточаи, вот эти все растительные средства, растительные, скажем так, растительные средства, вот это будут средства фитооздоровления. То есть, иными словами, растение может быть одно, но применяться в трех разных видах деятельности. Такая же ситуация и с массажными практиками, телесными практиками. В медицине у нас есть медицинский массаж. В народной медицине у нас есть массаж гуаша китайский, там марма массаж аюрведический, да, там кунией тибетский и так далее. Это уже будут массажи народной медицины, потому что у нас нет медицинской деятельности ни тибетской, ни китайской, ни аюрведической медицины. Вот. Допуск к ним уже не будет осуществляться по наличию медицинского образования, медицинской лицензии, а допуск к ним будет осуществляться в ином порядке. А в каком? А вот два вида, два варианта. Если мы говорим, что эти массажи тибетские, китайские, аюрведические используются с целью восстановления здоровья утраченного вследствие заболеваний, это будет народная медицина. А если мы говорим, что эти же массажи, этими же руками будут использоваться с целью включения систем саморегуляции, с целью повышения уровня или резерва здоровья, с целью улучшения работы систем или органов организма, то это будет уже оздоровительная деятельность, в рамках которой есть также оздоровительное направление, как оздоровительный массаж. И это не выдумка, это услуги массажных кабинетов, за исключением лечебного массажа, есть такая позиция в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности и в общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности. То есть само государство разделило, вот медицину это только медицинский, лечебный массаж, ну и классический массаж сюда будет относиться, а вот все остальное не медицинский массаж, а вот тот самый оздоровительный, там народный, это все уже не медицинская деятельность. И вот два вида деятельности на выбор. Такая же ситуация и с другими методами. Кстати говоря, кстати говоря, то же самое, некоторые путают понятие традиционной китайской медицины, традиционного иглоукалывания и рефлексотерапии. На самом деле это две большие разницы. Что корректирует китайское иглоукалывание? Она корректирует движение ЦИ. А что делает рефлексотерапия? Раздражает концевые окончания нервов, вызывая рефлекс. То есть это совершенно методически два разных направления я. А общее что в нем? Только игла. То, что она наносится на какие-то точки. Но методически совершенно разные вещи. Поэтому ни китайцы не признают, так сказать, нашу рефлексотерапию, ни наша рефлексотерапия в полной мере не признает методологию китайского иглоукалывания, ни китайского джиньо. Только лишь внешняя форма, скажем. Поэтому правовые аспекты разделения вот этих видов деятельности, видите, медицинского, народной медицины, оздоровительной и даже психологической. Кстати, услуги психологов у нас тоже входят в раздел физкультурно-оздоровительной деятельности. Вот это разделение, это надо специалистам знать. Конечно, я за то время, которое мне отведено, не смогу в полной мере, так сказать, рассказать, так сказать, все аспекты этого правового, так сказать, нашего поля. Но, так сказать, конечно, вы можете, так сказать, поприсутствовать и на уже больших, там, трехчасовых, шестичасовых семинарах, которые я провожу. Но это уже тема для отдельного разговора. А сейчас я хотел бы еще сказать, каким образом, собственно, идет легализация вот этих всех трех видов деятельности на здесь и сейчас, и что предстоит в будущем. Легализация, понятно, что медицинская деятельность у нас осуществляется на основании медицинской лицензии. Причем лицензии, подлежат лицензированию только те услуги, которые включены в номенклатуру медицинских услуг. А что у нас включено в номенклатуру из наших направлений? Да, рефлекс терапия включена, там, мануальная терапия включена, массаж включен, да, даже биорезонансная терапия включена. Фитотерапия включена. А вот герудотерапии уже нет. Есть такая услуга, как постановка пиявок. Слово герудотерапии как-то у нас выпало. Апитерапии там вообще нет. Хотя, конечно, это должно являться медицинской деятельностью, да. Вот. Гомеопатии там тоже нет. В рамках, так сказать, номенклатуры медицинских услуг. У нас гомеопатия легализована в рамках медицины исключительно лишь строкой в законе об обороте лекарственных средств, что есть такой класс препаратов гомеопатических. А вот в услугах уже такого нет. Вот. Но о чем это говорит? О том, что врач, в принципе, любой специальности может, пройдя подготовку по тому или иному методу традиционной медицины, оказывать эти услуги. За исключением, конечно, тех, которых нет в номенклатуре. Вот. Но есть везде особенности. Скажем, чтобы стать врачом-мануальным терапевтом, надо сначала стать травматологом-ортопедом. Чтобы стать врачом-остеопатом, надо быть сначала травматологом-ортопедом, потом мануальным терапевтом, а только потом уже остеопатом. Чтобы стать рефлексотерапевтом, надо опять же быть сначала неврологом. Сейчас, правда, расширили некоторыми специальностями этот список, но тем не менее есть ограничения для других врачей. Как получить теперь разрешение занятия народной медицины? Согласно нашему закону об основах охраны здоровья, для занятия народной медицины требуется государственное разрешение на занятие народной медицины. Разрешение дают на основании представлений профессиональных медицинских некоммерческих организаций. Например, наши организации. Но в принципе может и любая другая ассоциация, там, я не знаю, ортопедов, гинекологов, травматологов, также давать такие представления. Другое дело, что не дают, боятся взять на себя ответственность, но тем не менее такое возможно. Вот. То есть в ассоциации надо получить представление и на основании его органов здравоохранения субъекта федерации, например, региональный Минздрав, ну, например, Минздрав Московской области, или там, я не знаю, Липецкой области, или там Департамент здравоохранения Тверской области выдает вот эти государственные разрешения на занятия народной медицины. А вот для занятия оздоровительной деятельностью никаких государственных разрешений не требуется, хотя используются те же руки, могут использовать те же травы, могут использоваться, скажем, некие препараты. Препараты, опять же, какие препараты в оздоровительной деятельности? Вот есть гемеопатические препараты, да, основанные на принципе малых разведений в медицинской деятельности, как я сказал уже, да, класс этих препаратов. А в оздоровительной деятельности могут использоваться те препараты, на которых нанесена информация, да, с помощью частотно моделированных вот этих излучений, то есть с помощью приборов биорезонансных, основанных на биорезонансном принципе, так называемые информационные препараты, которые несут информацию о других препаратах, там, неважно, гомеопатических или других, то есть вот эти информационные препараты, они не относятся ни к гомеопатическим, ни к гомеопатическим, ни к каким другим. Поэтому вот эти препараты, да, могут назначать специалисты по оздоровлению. Ну и также, как я говорил, они могут назначать и БАДы, и фиточаи, и условно говоря, оздоровительное питание и так далее. Вот, поэтому специалисты по оздоровлению, в принципе, обладают возможностью, значит, как я сказал, делать оздоровительный массаж, заниматься фитооздоровлением, назначать вот эти информационные препараты, значит, проводить, даже ставить пиявки могут, но если они оказываются исключительно с целью оздоровления. Оздоровление, я напомню, это не с целью лечения заболевания, а с целью улучшения работы системы органов. Но здесь много очень подводных камней. Например, если врач прошел специализацию по герудотерапии, то он не может работать в серии оздоровления с этим документом. Ему нужен отдельный документ, что он прошел подготовку по герудо-оздоровлению, либо использованию пиявок в оздоровительной деятельности. Потому что оздоровление – это не медицинская деятельность, и, соответственно, для нее требуется отдельный документ об образовании. Поэтому видите, сколько нюансов, но тем не менее, в этой оздоровительной деятельности работает большинство специалистов, которые вышли из медицинской деятельности и, тем не менее, не оставили свои руки, не оставили пиявки, не оставили травы, но помогают людям с помощью вот этих оздоровительных технологий. Другое дело, что возникают иногда сложности, когда приходят проверяющие инстанции. И они говорят, слушайте, а у вас же это не… Вы руками делаете что-то, да, манипуляция? Это массаж. Вот. Пиявки ставите – это герудотерапия. Даете там фито-чаи – это фитотерапия. Это у вас медицинская деятельность, значит, вы занимаетесь незаконной медицинской деятельностью. Это называется неграмотный подход. Это вот хорошо, когда специалист, на которого, скажем так, наезжает, может парировать, зная законы, да, зная нормативные документы, а если не знает, да еще и те тоже не знают с другой стороны эти законы. Вот. И получается конфликт, и получается дело административных правонарушений, штраф и так далее. Поэтому вот эти все вещи надо тщательно изучать, знать. Вот. Ну а чтобы легче работало специалистам и им не надо было думать, что им сказать при проверках, наши ассоциации разработаны системы аккредитации субъектов профессиональной деятельности, где в протоколе вся его деятельность описывается правильным юридическим языком с уклоном, собственно, на вот, так сказать, правовую сторону оздоровительной деятельности, доказывается, что его деятельность носит оздоровительный характер, что там, условно говоря, эти методы не включены ни в номенклатуру медицинских услуг, ни в номенклатуру лицензируемых, что принцип, так сказать, работы именно в включении ресурсов саморегуляции, а не, так сказать, что не заявляется лечение заболеваний в трансклассификации по МКБ и так далее. То есть все это готовится под ключ и выдается протокол, который специалист дает, так сказать, этим проверяющим. Они читают, понимают, что грамотно все написано, что да, действительно, это не медицинская деятельность, а оздоровительные работают. И, вернее, и говорят, ну, хорошо, раз оздоровительные, работайте, пожалуйста, так сказать, мы препятствий не имеем. Могу сказать, за 7 лет, пока эта аккредитация проводится, ни один из наших специалистов не попал под административное преследование, не заплатил ни одного штрафа. Вот, поэтому кому, так сказать, интересует эта процедура аккредитации, так сказать, можно ее пройти. Теперь хотел бы еще вкратце остановиться на последних изменениях, которые сейчас произошли с 1 июля и которые предстоят в 2016 году. С 1 июля внесены большие изменения, касаемые части оздоровительных, вернее, части услуг народной медицины и традиционной медицины. В частности, вступил в силу новый общероссийский квалификатор занятий, где выделено, например, две группы целителей. То есть раньше просто целители были или специалисты народной медицины, а теперь просто целители и высококвалифицированные целители. Чем высококвалифицированные целители отличают, скажем так, условно простых целителей? Тем, что высококвалифицированные целители, как написано в новом государственном документе, должны проходить подготовку на базе медицинских вузов. То есть они должны проходить подготовку по методу, которым они оказывают услуги. Плюс должны, как написано, должны знать основы современной медицины и анатомии человека. То есть речь идет как раз о том, что они не медработники, не имеют медицинское образование, но проходят курсовую подготовку по данному направлению на базе медицинских вузов. Вот это высококвалифицированные. А просто целители, ну как и были, так и остались, так сказать, подготовка, что называется, где придется. Главное, чтобы она, так сказать, соответствовала тому направлению. Не хочет он называться травничеством, у него должна быть подготовка по травничеству, которую проводит, например, Российский университет дружбы народов. Там есть кафедра физтерапии, есть курс российское травничество, официальные, с государственными документами и так далее. Значит, есть много подготовок по массажным практикам, по юридическим, по китайским. Они все эти документы будут засчитываться как за подготовка по народной медицине. Дальше, ну, я продолжу по новшествам. Значит, вот этим высококвалифицированным целителям разрешено официально здесь приготовление средств народной медицины. Травяных, растительных, минеральных и даже животными экстрактами. То есть это вот впервые это прописано. Можно целителям распространять отчеты, то есть составлять, проводить исследования и составлять научные документации, в том числе научные отчеты. Вот. Что еще? Введены в целительство, в целительство, я подчеркиваю, профессии, то есть не профессии, а родозанятий, родозанятий, таких как иглотерапевт. То есть раньше же как считалось, вот рефлексотерапия, медицинская деятельность и все. И нам приходилось по умолчанию говорить, что традиционная китайская медицина, она народная, поэтому она должна относиться к народной. Теперь четко прописано, иглотерапевт. Не рефлексотерапевт, а иглотерапевт. То есть все это к народной медицине, то есть теперь относится. И вот обращаю внимание, врач аюровидической медицины теперь отнесен к этому разделу. Впервые на, так сказать, за последнее, так сказать, время у нас в государственный классификатор введено понятие врач аюровидической медицины. То есть это не профессия в медицине и в здравоохранении, это не специальность медицинская, это по сути дела специализация высококвалифицированного целителя или, ну можно по-другому назвать, сейчас так сказать, или практика народной медицины. То есть это по сути специализация, практика народной медицины, которая будет, вот эта специализация называться врача аюровидической медицины. Вот, и сюда же отнесли гомеопатов, то есть раньше они у нас получают все врачи, а тут их прописали в классификаторе, как, опять же, практиков народной медицины или высококвалифицированных целителей отнесли к вот этой категории гомеопатов. Теперь что же у нас отнесли просто к целителям и какие методы? Ну, в принципе, те же самые травничество, костоправство, но добавили еще кровопускание. Причем кровопускание это может быть и как хиджама, восточная практика, и как, собственно, опять же, использование пьявок для кровопускания. Вот, что еще? Ну, понятно, все эти физические манипуляции, опять же, использование трав, так сказать, управление вывихов, использование там традиционного воздействия. Ну, в общем, все это есть. Что еще могу сказать? Больше всех повезло, наверное, в кавычках повезло или не повезло тем целителям, которые работают с духовными практиками. Согласно новому классификатору, их отнесли в группу к служителям церкви, не имеющих духовного сана. Конечно, конечно, это очень странно слышать, и я думаю, те же служители церкви могут быть не согласны с этим, но это государственный классификатор, часть национальной системы стандартизации, и пока в него не внесли поправки, это так. Я вот дословно читаю, да, целители, которые лечат заболевания человека через духовные практики, без использования травяной терапии и медикаментов физического воздействия, включены в группу служителей церкви, не имеющих духовного сана. Вот, поэтому, да, и ввели еще, кстати говоря, такое понятие, как традиционные акушерки и повитухи. То есть, в общем, достаточно такой радикальный документ, интересный, который еще стоит осмыслить, переосмыслить, но он вступил в силу уже с 1 июля этого года. С 2016 года вступает в силу два новых классификатора, новый классификатор видов экономической деятельности и новый классификатор продукции по видам экономической деятельности. Там остается тоже разделение массажных практик, условно говоря, на лечебные, то есть медицинские, не лечебные. Вот, но там, например, тоже добавляются, так сказать, такие методы, например, как йога. Вот, то есть, в принципе, есть такие позитивные моменты. Ну, мой совет, что кто хочет оформить легальную практику, это надо делать лучше в этом году. Особенно те, кто хочет, как авторы, обучать своим авторским методикам. Сейчас для обучения авторским методикам и выдачи государства, и выдачи, чтобы вы могли, те, кто обучает, выдавать сами по итогам своих авторских курсов документы, зарегистрироваться и легализоваться проще, потом будет сложнее. Ну, вот, основной обзор того, что есть, и предстоящих изменений, которые я хотел сказать. Если какие-то вопросы, я готов на них ответить. Оздоровительные препараты имеются в виду, вот то, что я сказал, информационные препараты. Или что? Или что? Или оздоровительные услуги? Или информационные препараты, вот которые я сказал, вот эти заряженные горошины? Напишите мне, я просто хочу уточнить. По общим принципам я могу сказать, что врач не имеет права заниматься оздоровлением, за исключением тех случаев, когда врач работает в санаторно-курортном учреждении. Если он в санаторно-курортном учреждении, то он может назначать оздоровительные процедуры и, так сказать, оздоровительные, ну, в общем, не медицинские, если брать оздоровительные препараты. Что касается вот этих информационных конкретно препаратов, могу сказать, что поскольку они не являются лекарствами, врач их назначать в принципе не может. Но врач, который работает в рамках оздоровительной деятельности в качестве специалиста по оздоровлению, он назначать их может. А в медицинском лечебном учреждении он вот эти информационные препараты назначать не может. Но он может прописать услугу специалиста по биорезонансной терапии, в рамках которой специалист по биорезонансной терапии эти препараты даст. Ну, как бы это будет входить в стоимость услуги. Это возможно. Ну, вот, а, здесь мне уточнили. Речь идет о травах, БАДах и горошинах. Ну, по горошинам и вот этим информационным я сказал. Что касается травы и БАДы, травы, которые, как зарегистрированные в фармакопии, да, как средства фитотерапии, врач назначать может. А БАДы назначать не может в рамках медицинской деятельности. Но, если этот врач, еще раз повторюсь, работает, то есть диплом у врача, но работает в оздоровительном центре, фитоцентре, фитнес-центре, спа-салоне и так далее, то он может назначать БАДы. Поскольку он уже не работает в рамках медицинской деятельности. Ну, у нас некоторые же врачи работают и, там, условно говоря, до обеда работают в медицинском центре, после обеда, например, работают в оздоровительном центре. Если он правильно оформлен в этом оздоровительном центре, если сам этот центр правильно оформлен, то он может назначать БАДы и информационные препараты. Так, следующий вопрос. Где можно пройти аккредитацию? Аккредитацию можно пройти в нашей ассоциации. Значит, я просто показываю наш сайт. Вот, кому интересно, пожалуйста, можете зайти на наш сайт и ознакомиться с этой информацией. Вот, дальше. Возможно ли в России использовать дипломы иностранных вузов в области оздоровления? Натуропатия. Так, да. Значит, в России можно использовать дипломы иностранных вузов в области оздоровления. То есть, вне медицинской деятельности, а именно оздоровительной. Можно. Но, опять же, для оказания услуг в рамках оздоровительной деятельности. Еще есть ли какие-то вопросы? Да. Значит, и хотел я всех пригласить. У нас в конце года будет замечательный конгресс. Это третий российский конгресс по комплементарной медицине. И одновременно будет проводиться первый конгресс по традиционной медицине стран Шотт, БРИК и Евразес. Почему, значит, актуальность этого конгресса, вот именно Шотт, БРИК возникла? В связи с тем, что были подписаны ряд соглашений между Китаем и Россией, между Индией и Россией, между ШОС и, так сказать, были переговоры между ШОС и Минздравом России, связаны с продвижением методов традиционной медицины, народной медицины и оздоровительных практик. Ну, по поводу традиционной китайской медицины, такие документы были давно подписаны. Есть соглашение о гуманитарном сотрудничестве между Россией и Китаем, где прямо прописано развитие традиционной китайской медицины. В декабре того года было подписано между Россией и Индией, где написано содействие развития в России аюрведы и йоги. Вот, ну, вот сейчас повод такой, что вот пусть хоть в рамках народной медицины, но утвердили, значит, вот это, так сказать, понятие как врач аюрведы. Тоже повод такой интересный и достаточно привлекательный, то есть ВУЗы могут готовить, правда, в рамках народной медицины, но врачи аюрведы. Поэтому актуально, да, и самое главное, что недавно, вы знаете, состоялся форум Шоссе-Брикс, на котором было официально объявлено о создании шанхайской организации здравоохранения, которая будет и интегрировать традиционную восточную медицину и современную западную. Мы находимся в авангарде этого процесса, почетный президент этого Конгресса, он же председатель Комитета по охране здоровья Государственной Думы. У нас очень высокие будут лица, представляющие стороны наших Шоссе-Брикс, как со стороны Китая. Это уважаемый господин Сюй Ай Лун, это ректор Пекинского государственного университета, он же Пекинского государственного университета традиционной китайской медицины, в котором сейчас, кстати, учатся 35 тысяч абитуриентов. Вот, и не менее значимый специалист планируется и со стороны Индии. Пока об этом говорить рано, но тем не менее, так сказать, мы готовы принять очень уважаемого гостя. Вот, поэтому там, не знаю, про как, так, давайте посмотрим презентацию немного, да. Также у нас будет с российской стороны председатель экспертного совета по совершенствованию законодательной регулированности в сфере комплементарной медицины Ринчей Эльдуардович Матханов. Он у нас представляет тибетскую медицину. Ну вот, пока, пока организаторы ассоциации экспертный совет Государственной Думы, но я думаю, сюда включится в организации еще ряд очень интересных, уважаемых, серьезных организаций. Ну, здесь, видите, среди поддержки, кто поддерживает, значит, наш конгресс, это и исполнительные органы ШОС, БРИКС и Евразвест, но в первую очередь, конечно, ШОС, и Комитет по охране здоровья Госдумы, и Национальная медицинская палата во главе с Леонидом Михайловичем Рошалем. Кто был у нас на прошлый раз, видели, значит, у нас Леонид Михайлович приходил и выступал на конгрессе, полностью поддерживает это направление. Ну и представители Министерства здравоохранения, ну и ведущие медицинские вузы ИНИИ, которые, собственно, по профилю, в частности, Институт Восточной Медицины Российского Университета Дружбы Народов. То есть, да, вот, видите, у нас теперь появился отдельный государственный вуз, структурное подразделение, но все равно государственного вуза, где есть кафедры Аюрведы, кафедры традиционной китайской, кафедры тибетской медицины. То есть, конечно, удалось много что добиться. Ну, какие направления, видите, да, от российской традиционной медицины будет и казачье здраво, и медолечение, и бурятская медицина, поскольку Бурятия часть России, и висцеральная хиропрактика, и траволечение, и фиттерапия, и гирург терапия. Вот, естественно, традиционная китайская медицина – это иглоукалывание, массажные практики, вопрос о применении растительных препаратов, фуцингун. Традиционная индийская медицина будет, естественно, представлена Аюрведой и йогой. Так, естественно, в рамках Аюрведы очистительные процедуры, массажные практики, растительные препараты. Вьетнамская медицина будет частично представлена представителям Вьетнама с Латинской Америки и других коренных народов мира, и отдельные направления. Те же самые гомеопатия, антропословская медицина, но это больше в рамках уже комплементарной медицины, чем традиционной. Дальше. Обсуждаемые вопросы, как видите, носят именно в первую очередь организационно-правовой характер и, собственно, демонстрации достижений традиционной медицины в лечении и оздоровлении. Результаты клинических исследований. Вы знаете, я могу сказать, что результаты на самом деле очень серьезные, потому что у нас о них мало говорится, но вот если вы посмотрите на нашем сайте, у нас приведены результаты о клинических испытаниях препаратов традиционной медицины, которые великолепно работают с той же инфекцией, лихорадкой Эбола, с теми же онкологическими заболеваниями, с ВИЧ-инфекцией. То есть, посмотрите, на сайте это ссылки на результаты фундаментальных исследований. Почему мы и говорим, что методы традиционной медицины могут использоваться и как в лечении заболеваний, причем очень серьезных, так, собственно, и оздоровлений. Поэтому хотим, чтобы этому было уделено большое внимание, так сказать, именно о использовании этих направлений в лечении серьезных, тяжелых и хронических заболеваний. Ну, также законодательные нормы будут стыковаться по применению этих услуг и препаратов в наших странах. Как раз вопросы взаимопризнания документов об образовании, вопросы взаимопризнания документов о результатах клинических и доклинических исследований лекарств традиционной медицины, создание единого экономического пространства для реализации услуг, ну, условно говоря, чтобы человек, получивший разрешение в одной стране, мог работать и в других странах. Ну и координация деятельности национальных объединений, профессиональных сообществ, что тоже для нас важно. Здесь вот вы видите на снимке, кого приглашаем, да, практикующих врачей, научных работников, руководителей образовательных центров по традиционной медицине, студентов медицинских влогов, специалистов по оздоровлению народной медицины, по здоровому образу жизни, здоровому питанию, диетологов, косметологии, руководителей фарминдустрии, фармацевтов, провизоров, руководителей оздоровительных медицинских центров, организаций здравоохранения и так далее. Вот. В общем, естественно, будет выставка, значит, препаратов, выставка, презентация центров, где обучают традиционной китайской, индийской медицине, вьетнамской медицине, ну и других образовательных, международных образовательных структур, центров по оказанию услуг, где хорошая уже база результатов накоплена, то есть будет что посмотреть, будет возможность себя показать, будет послушать вот результаты, так сказать, клинической практики, серьезных исследований, поэтому с удовольствием приглашаю вас принять участие в этом конгрессе. Опять же, вся информация будет приведена на нашем сайте. Продолжение следует...